2069. Спустя 10 лет после обнаружения, новая земля объявляется открытой для миграции гражданского населения. Когда рассказы о чудесах и новых возможностях достигают старого мира, мечтой миллионов людей становится скачок. Менее обеспеченные люди, не имея средств на путешествия, рискуют жизнью, нелегально пробираясь на грузовые корабли. Межпланетарное миграционное управление, сокращенно МПМУ, борется с огромным числом нелегальных мигрантов. Столкновения между отрядами МПМУ и группировками нелегалов беспощадны. Скачок Добро пожаловать в Егерпир. МПМУ. МПМУ! Вы нарушаете положение 41! Пошел, пошел, пошел! Он на пауз! Он на пауз! 15 лет спустя Рэйс, Джейкоб Это была полная жопа. Когда начинается самая жара, всегда давлю до конца. Три магазина потратил. Это все из-за них. Не забудьте предоставить отчеты. Реванс, у тебя уже 30! Так точно. Скорее бы этот динозавр уже совершил скачок и оставил нас в покое. К черту МПМУ, Игерпир помним. Сколько еще? Все. Продолжение следует... ...каналы, по которым нелегальные мигранты попадали в Новую Землю. По словам комиссара Шеппорта, руководящего операцией в течение последнего года, было убито более 30 человек. 57 арестованы. Уничтожение канала незаконной переправки мигрантов на Новую Землю можно считать значительной победой, достигнутой благодаря слаженной работе нескольких агентств. Конечно, мы горько сожалеем о смерти любого человека. Были приняты все необходимые меры, чтобы потери среди гражданского населения были минимальными. Министр Грейбл вынужден подать в отставку, чтобы защитить честь МПМУ, поскольку это была самая кровавая операция со времен боя Невьегер-Пире 15 лет назад. После изучения этого эпизода, МПМУ стали обвинять в излишнем применении силы, что привлекло полный пересмотр оперативных инструкций МПМУ. Продолжение следует... Клейм. Новый аромат для настоящих первооткрывателей. Продолжение следует... Продолжение следует... Пристрели их уже! Не тормози! Привет. Я Джейб. Алекса не смогла сегодня прийти, и, боюсь, её больше не будет. В качестве компенсации клуб предлагает вам мои услуги. За полцены. Мне приятно увидеть новое лицо. Что случилось с Алексой? Ко мне всегда приходила она. А ты умеешь обольщать девушек. Мне не нужно обольщать тебя. И правда. Не хочешь ли выбить? Ладно, не хочешь. Совсем по-другому. Мы сами выбираем, что делать. Продолжение следует. pac works. Папа, я не знаю. Что? Что такое? Если тебе не нравится, можно вызвать кого-нибудь. Не надо никого вызывать, просто… Просто подожди минуту. Я просто… Нет, не уходи, останься. Уверен, я могу просто… Просто подожди немного. Думаю… Я сейчас выпью. Ага. Тебе понравится? Нельзя. На работе запрещено. А как же насчёт «каждый выбирает сам»? Ладно. Ну ладно. Ладно. Но я подожду. Ладно. Работа. Ладно. 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 Вольно. А к чёрту, давай. Да. Как тебя зовут? Ну, по-настоящему. Я заплачу столько же, ну... Просто поговорим чуть-чуть. Извини. В моей работе моё имя – это единственное, что действительно принадлежит мне. Никогда не была так близко к ним. Хочешь совершить скачок? Надеюсь, твои клиенты оставляют много чего. Всё устроено не так. Ты просто занимаешься этим пять лет, почти ничего не зарабатывая. А потом они посадят тебя на борт. У них есть способы сделать это. У кого? У клуба? Или у синдикатов, владеющих клубами, конечно же. Иллегально, конечно же. Забудь, зачем я тебе это рассказываю? Просто ты не знаешь, как это происходит, так ведь? Девять месяцев. В темноте. В холоде. Передавая баллоны с воздухом. Но нам всем нужна хоть какая-то мечта. Да. Мечта. Выпивка тоже помогает. Мне нужно в туалет. Можно? Можно? Мечта. Emily. Или? Или? Или... Или? Продолжение следует... Ладно. Было мило. Нет-нет-нет, подожди. Подожди секундочку. Вот. Настоящие. Дорогие. Ты из МПМУ. Ты ведь там работаешь, да? Слушай, мне хватило уже того, что было вечером. Всё, чего я хочу, это расслабиться. И всё, что ты сказала в этой комнате, останется в этой комнате. Правда. Всё хорошо. Успокойся. Ну, если тебе станет легче, то скажу, что я не должен общаться с девушкой, вроде тебя. Вроде меня? Да. Ну, знаешь... Со шлюхой. Пусть лучше мне платят за секс, чем за мою шкуру. Чёрт. Надо было с тобой давно закончить. Закончить? Мило. Похоже, закончишь сам. Эта штука тебя зовёт? Нет. Они следят за нами, как за скотом. Они вставили её именно сюда, потому что, если ты захочешь вырезать её, то умрёшь от потери крови меньше, чем за час. Слушай, они не отправят тебя на сраный корабль, они отправят тебя в могилу и заменят тебя другим свежим мясом, которое они будут кормить обещаниями и иллюзиями. Ради бога, твою мать, только задумайся, зачем им отправлять тебя, если они могут просто нажиться на тебе? Да пошёл ты. Думаешь, я не знаю, как это происходит? Я в этом дерьме уже 15 лет плаваю. Ты что, пытаешься напугать меня, потому что ты не кончил? Ради бога. Да все знают, кто управляет клубами. У нас есть глаза во всех картелях. Хочешь завербовать меня? Нужен доносчик, поэтому так нужна Алекса. Ну и где она сейчас? А где, по-твоему, совершила скачок? Да, и какие новости от неё? Веселиться? Ну же. Она ещё в пути. Ей незачем писать мне письма. Триста. С тебя три сотни. Я не хочу, чтобы этот разговор ничего не значил. Теперь иди. Давай. ПОДПИСЬ НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...